В этот четверг, неподалеку от Лос-Анджелеса, в культовой студии Warner Brothers, состоялось событие с интригующим названием «Мы – робот». Оно не случайно вызывает ассоциации с легендарными рассказами Айзека Азимова «Я – робот», но также отражает видение Илона Маска, который убежден, что Тесла – это не просто автопроизводитель, а компания по созданию роботов с искусственным интеллектом. Главной звездой мероприятия стала автономное такси «Тесла» – робот-такси, которое сам Маск окрестил «Киберкап». Впервые этот футуристический автомобиль представили перед публикой, обещая открыть новую эру в области транспорта и искусственного интеллекта. Несколько лет назад Илон Маск озвучил амбициозное будущее – мир, в котором беспилотные такси будут бороздить улицы, начиная с 2020 года. Однако сроки пришлось пересмотреть. Запуск был перенесен сначала на 2024 год. В 2022 году Маск пошел еще дальше, заявив, что робот-такси будет не просто электромобилем, а настоящим прорывом в автономных технологиях. Никаких рулей и педалей, только мощное программное обеспечение, полное автономное вождение «Тесла». Представленный проект будущего – беспилотное такси под названием «Киберкап». Этот автомобиль обещает стать революцией в транспорте. Никаких рулей и педалей, только высокие технологии и комфорт. Маск уверенно заявил, что серийное производство начнется уже в 2026 году, а стоимость удивит своей доступностью всего 30 тысяч долларов. При этом он добавил, что будет шокирован, если это не произойдет раньше, возможно, уже в следующем году. Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, которые считают, что «Тесла» потребуется еще несколько лет на разработку необходимой технологии, никто не может отрицать, что Маск вновь ставит амбициозные цели и приближает будущее быстрее, чем мы ожидали. Что делает новый робот-такси особенно захватывающим, так это его уникальный дизайн и смелые решения. Этот футуристический двухдверный автомобиль имеет всего два сидения и внушительный багажный отсек, а заднее окно просто отсутствует. Команда дизайнеров «Тесла» вдохновлялась знаменитым кибертрак, поэтому робот-такси получил аналогичные передние и задние световые полосы. Особо стоит отметить необычные двери, которые эффектно поднимаются вверх, и огромные колпаки на колесах в форме дисков. Но настоящая инновация кроется в том, что у робот-такси нет традиционного зарядного порта, он использует беспроводную индуктивную зарядку, что делает его еще более технологичным. Хотя Илон Маск пока не раскрыл всех деталей о силовой установке и запасе хода, он поразил всех заявлением, что себестоимость поездки составит всего 20 центов за милю или 1,6 километра. Маск также отметил, что автономные робот-такси можно будет использовать в 5 и даже 10 раз чаще обычных машин. Глава Тесла представил миру новое более крутое. Крупное беспилотное транспортное средство RoboVan. Хотя в названии фигурирует слово VAN, этот автономный аппарат скорее напоминает тостер на колесах. Но если задуматься, разве RoboBus не звучит логичнее? Маск утверждает, что RoboVan сможет перевозить до 20 пассажиров или использоваться для транспортировки грузов. Его дизайн впечатляет. Стеклянные окна по бокам и даже на крыше. Раздвижные двери, как в футуристическом кино. Запас хода. Цена, когда он появится на дорогах. Эти детали пока скрыты завесой тайны. Но уже ясно одно. Этот инновационный транспорт можно будет адаптировать как для личных нужд, так и для коммерческих целей. На презентации RoboTaxi Tesla удивила публику не только анонсами автономных такси, но и шоу с участием гуманоидных роботов Optimus. Неожиданно для всех роботы зажигали под хиты 90-х, добавив немного ностальгии и веселья к техническому событию. Илон Маск также поделился будущими планами на Optimus, заявив, что в перспективе каждый сможет приобрести такого робота всего за 28-30 тысяч долларов. Эти роботы будут не просто помощниками по дому, но и учителями, и даже друзьями. Кульминацией шоу стало то, что после официальной части роботы смешались с гостями мероприятия, некоторые из них даже взяли на себя роль барманов, при этом стильно завершив образ ковбойскими шляпами. Tesla уже предлагает электромобили с набором автономных функций и передовых систем помощи водителю. В США ее автомобили оснащены технологией полностью автономным вождением, позволяющей им самостоятельно передвигаться по большинству дорог без контроля водителя. На протяжении многих лет технологические компании активно разрабатывают беспилотные такси, которые будут функционировать по аналогии с популярными приложениями для вызова такси, такими как Uber. Компании, такие как Waymo и Cruis, поддерживаемые Google, уже создали и запустили небольшие парки беспилотных автомобилей, которые успешно перевозят пассажиров в различных городах США. Эти инновационные решения не только меняют подход к транспорту, но и открывают новые горизонты для городской мобильности. Будущее, которое Илон Маск рисует с помощью автономных транспортных средств, выглядит удивительно. Представьте себе мир, где парковки уступают место уютным паркам, а люди могут расслабиться, смотреть фильм или даже вздремнуть в комфортабельной маленькой гостиной, пока их везут к месту назначения. Маск предлагает использовать беспилотные автомобили в качестве такси, аналогично Uber, когда владельцы не нуждаются в них. Более того, он видит возможность создания парков транспортных средств, которые смогут конкурировать с компаниями по совместному использованию автомобилей. Маск описывает этот процесс как пастуха, который управляет стадом автомобилей. В следующем году Tesla Model 3 и Model Y сделают шаг от контролируемого к неконтролируемому автономному вождению, начиная с Калифорнии и Техаса. В дальнейшем, в зависимости от одобрения регулирующих органов, эта технология может распространиться на другие регионы США и по всему миру. Генеральный директор Tesla уверенно заявляет, что автономные автомобили будут гораздо безопаснее, чем люди-водители, благодаря обширным данным, собранным с миллионов транспортных средств. С таким объемом данных для обучения, автопилот будет явно более надежным, чем человек. Ведь нельзя прожить миллион жизней, подчеркивает Маск. Автопилот не устанет и не будет отвлекаться на сообщения. Он будет в 10, 20, а то и 30 раз безопаснее человека. Создание полностью автономных транспортных средств – это не только сложная, но и затратная задача. Несмотря на амбициозные цели Илона Маска, Tesla не всегда удается достичь поставленных планов в этой сфере. В то время как другие компании, такие как Weima и Cruis, уверенно завоевывают рынок, запускают свои беспилотные такси на улице США и устанавливают новые стандарты. Останется ли она в тени конкурентов или сможет вновь взять инициативу в свои руки? Время покажет, насколько она готова к этому вызову. Большое спасибо, что посмотрели видео. Нам действительно интересно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь оставлять комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новинок и не пропустить новые выпуски. Ваши лайки и подписки помогают нам создавать еще более интересный контент. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Удачи на дорогах! Субтитры подогнал «Симон»!